Институт управления экономики и финансов всегда славился своим неординарным и грамотным подходом к обучению студентов. Всевозможные программы, стажировки и конкурсы – то, чем занимается каждый учащийся от первокурсника до аспиранта. 15 сентября прошел первый масштабный мастер-класс от представителей банка при участии Марьям Давлетшиной, управляющего ВТБ в Республике Татарстан. В ходе мероприятия были освещены несколько актуальных на сегодняшний день тем. Спикеры рассказали студентам о финансовой безопасности, основах фондового рынка, справедливой стоимости акции и многом другом. Мы такое мероприятие проводим первый раз для студентов Казанского федерального университета. Вообще банк ВТБ считает, что в современных реалиях, когда все очень быстро влияется, очень важно вкладываться в себя, очень важно учиться, потому что, наверное, самая лучшая инвестиция, которую студент может осуществить – это инвестиции, конечно, в образование. Мы хотим как раз-таки показать, какие сейчас варианты мошенничества есть, они всевозможны, они есть и в интернете, и в мессенджерах, да, и для того, чтобы, наверное, уберечь студентов, в том числе и преподавателей, да, вот от негативных кейсов, потому что деньги даются и легко, каждый их зарабатывает, а потерять их нужно буквально заняться в силу. По словам директора Института управления экономики и финансов Нейли Багаудиновой, ВТБ банк является одним из основных работодателей. Сегодня многие крупные предприятия стали использовать практику аудиторских компаний, вовлекая студентов в свою сферу деятельности с третьего курса, чтобы уже на этом этапе отбирать лучшие кадры. В рамках мероприятия предусмотрен и конкурс, заявки поданы от более 200 студентов. Определенные конкурсы, они отберут победителя, то есть вот сейчас мы пригласили где-то связанных с сферой финансов, все, кто изучает данные курсы, финансы, трейдинг, финансовую грамотность, мы пригласили этих ребят. В основном это третий курс, и есть четвертый курс, и потом там будут победители. Самый главный победитель получит планшет по конкурсу по этим всем играм, деловым там мастер-классам. И будут какие-то подарки, начиная, наверное, ну просто с набора ручек, наушников, кончая рюкзаками. Сегодня вот мы с представителями банка это обговорили. Современная инновационная экономика представляет новые требования к качеству подготовки специалистов в силу того, что в условиях постоянной конкуренции характер деятельности работников меняется. Функции становятся все более сложными и растет уровень ответственности. Перед банком в настоящее время стоит не менее важная задача – модернизация и развитие систем управления человеческими ресурсами. Решить ее невозможно без выстраивания эффективной работы с вузами. Все для привлечения и удержания лучших студентов. У нас очень высокий процент трудоустройства. В основном это сразу у нас устраивается до 90% студентов. И если у нас есть процент неустроенных, это не из-за того, что они их не берут, а из-за того, что они еще там, где они хотят продать себя подороже. То есть есть еще такой момент. Очень многие уезжают в столицу, очень многие уезжают в другие города, и очень многие уходят, но фирмы с высокими окладами. То есть у нас как бы вот так. По словам Нелли Багуддиновой, в институте планируется ряд подобных мероприятий. Этот мастер-класс не последний. Сегодня перед молодым поколением открыты огромные возможности. И вместе с этим на каждого ложится большая ответственность. Поэтому сформировать основу финансовой грамотности у молодых специалистов – основополагающая цель. Карина Саяхова, Фарид Сахетуглы, Универньюс.